В эфире телеканала ЛРТ программа «Итоги» в студии Марии Кузьмичёва. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Вторая волна ремонта дорог в округе началась. Какие объекты отремонтируют подрядные организации в ближайшее время узнаем. Первые сентября не за горами. Как готовятся люберецкие школы к новому учебному году? Защитить ребенка от полиамилита стало проще. Люберецкие поликлиники вновь снабжены вакцинами. Прокатиться с ветерком стало дешевле. На каких именно маршрутках? Расскажем. Танцевальная акробатика. Спорт или искусство? Подмосковный Диснейленд. Что думают люберчане об этом? Ответы в рубрике «Свободный микрофон». Теперь обо всем подробно. Дороги в Люберцах станут лучше. 18 объектов отремонтируют подрядные организации до конца 2 августа. Вторая волна ремонта дорог охватит весь округ. Владимир Ружицкий проинспектировал ход работ на улице Парковая. Уже совсем скоро ямы на улице Парковой не будет. Все, что нужно – изменить уклон дороги. Мы провели геодезические исследования. Это самая низкая точка, которая у нас стекается в воду из Октябрьского проспекта. Помимо Парковой улицы уже сделаны Новоморусинский проезд, улица Митрофаново и Красноармейская. На очереди Коммунистическая и Железнодорожная улицы. Всего вторая волна ремонта дорог охватит 18 объектов. Это не только город, но и поселение. Администрация выбирала дороги, учитывая отзывы жителей. Я хотел бы сейчас, чтобы меня услышали жители. У нас до 30 июля проходит голосование на портале Добродел по дорогам на 2019 год. Почему это делается? Потому что, кроме того, что мы видим, администрация видит, что ремонтировать, также мы хотим учесть мнение жителей по данному вопросу. Благодаря совместной работе подрядных организаций администрации жителей в округе уже отремонтировано 20 дорог протяженностью 11 километров. До конца августа текущего года еще 13,5 километра покроют новым асфальтом. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 218 детских игровых и 210 спортивных площадок установили в округе за три года. На этой цифре реализация губернаторской программы не заканчивается. Так в Малаховке и Октябрьском появились сразу две детские площадки с тренажерами. Подробности в нашем сюжете. Как занять детей, не выходя из собственного двора? Ответ на этот вопрос нашли российские власти. В Подмосковье программа по благоустройству дворов идет уже несколько лет. Ежегодно вот так преобразуется 10% от общего количества придомовых территорий. В Люберцах не забывают и о поселках. У нас в Октябрьском вообще на самом деле мало интересных было площадок. В этом году построили новые, достаточно интересные. Детям намного интереснее стало гулять в поселке. Мы очень рады. В Октябрьском среди многочисленных игровых элементов большой корабль для полета, детской фантазии. Прорезиненное, а значит безопасное напольное покрытие. И, конечно, уличные тренажеры, путь к здоровому образу жизни. Гулять стало увлекательнее не только детям разных возрастов, но и их родителям. В это лето построили очень много площадок новых, почти в каждом дворе. Вот это самая красивая площадка на сегодняшний день, самая современная. В Малаховке новый игровой комплекс не хуже. Игровые зоны для малышей и подростков, большие песочницы и горки. В центре площадки большая крепость, а вокруг разнообразные качели. Здесь каждый элемент соответствует современным стандартам и детским запросам. 12-летняя Кнарик теперь гуляет здесь каждый день. Везде интересно здесь. Особенно вот эта качелька. Всем нравится. Есть еще другие аттракционы для взрослых еще. Торжественное открытие объектов посетила Светлана Королькова, руководитель главного управления ГЖИ Подмосковья и глава-люберец Владимир Ужицкий. Ребята, я вам пожелаю набраться сил до школы, здесь играться, отдыхать, заниматься спортом. Ну а взрослым я пожелаю бережно относиться к тому, что мы сделали. За последние три года в округе комплексно благоустроили 235 дворовых территорий. В рамках губернаторской программы в 2018-м установят 69 детских и 57 спортивных площадок. На сегодняшний день почти все они уже радуют люберчан. Работы планируются закончить к началу нового учебного года. Подготовка к новому учебному году. Ответственный период не только для родителей, но и для руководства учебных заведений. В 88-ми люберецких школах стартовал ремонт. О том, как он проходит в 42-м лицее, узнала наша съемочная группа. Через три года лицей номер 42 отпразднует свой 50-летний юбилей. За почти полувековую историю в столовой учебного заведения ни разу не проводился капитальный ремонт. Но в этом году ее ожидает масштабное обновление. Ремонтные работы проходят в обеденном зале, пищеблоке, а также в подсобном и холодильном помещениях. Кроме того, в школьной столовой полностью заменят окна. Объем уже очень большой работы проведен. У нас было очень сложное покрытие стен, сделано в 71-м году. Сейчас все полностью это сняли, стены оштукатурили. То есть они готовы уже полностью под плитку. То же самое пол, то же самое стены в пищеблоке. То есть уже все готово к окончательной работе. И я думаю, что где-то к 10-му, к 12-му августу работы завершатся в пищеблоке. Не пощадила время и площадь перед зданием лицея, где проходят торжественные линейки и праздники. На ее состояние обратил внимание глава Люберец Владимир Ужицкий. В неприглядном виде вход в школу. Поэтому мы поставим задачу вот это привести в порядок, заасфальтировать 1 сентября в этом году. Работы по благоустройству пройдут еще на территории 18 школ. В 17-ти в этом году запланирован ремонт кровли, а еще в 7-ми – обновление фасада. Всего до начала учебного года приведут в порядок более 80 объектов образования. На эти цели из местного бюджета выделено 169 миллионов рублей. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И к другим темам. В Малаховке снизилась стоимость проезда на общественном транспорте. Сразу три компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, пересмотрели тарифы. А ныне вместо 40 рублей жители поселка будут платить 20. На каких маршрутах можно сэкономить деньги, узнаем в нашем сюжете. 30-е, 38-е и 39-е маршрутки, курсирующие по Малаховке, пользуются большим спросом у местных жителей. Вот уже на протяжении недели за поездки на территории поселка пассажиры платят в два раза меньше. Очень довольны, что снизился проезд. Потому что передвигаться приходится не один раз в день, а с утра и вечером в течение дня. По словам руководителей компании-перевозчиков, решение снизить тарифы возникло после того, как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел льготу бесплатного проезда для пенсионеров. Поддержали инициативу главы региона такие фирмы, как Автоновия, Файбула и Диаланмобил. Вот эти поступки нас заставляют думать, а что мы можем сделать для наших жителей Подмосковья. Если получится, то я буду очень рад, что смог доставить благо нашим жителям Либерецкого района. По просьбе пенсионеров было принято решение выделить им карточки бесплатного проезда. Те, кто часто ездит, обращаются к нам, мы им выдаем, никому никогда еще не отказали. Снижение стоимости проезда и льготы для пенсионеров – не единственное улучшение работы общественного транспорта. В округе обновился автобусный парк, появились новые возможности для удобства жителей. Сегодня каждая машина, каждый автобус, мы можем наблюдать ее работу в режиме онлайн и смотреть, как она движется через систему региональной инвестиционной информационной системы Московской области. Напомню, отныне во всех транспортных средствах Либерец можно расплачиваться бесконтактным способом. Терминалами на сегодняшний день оборудованы все автобусы и маршрутки. Мария Кузьмичева, Луиза Егезарян, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел в Либерцах выездное заседание. На встрече обсудили качество и доступность оказания медицинской помощи, обеспечение жителей лекарствами, а также строительство и ремонт объектов здравоохранения. С дискуссией наблюдала Луиза Егезарян. Руководство городского округа Люберцы, депутаты Мособлдумы, представители Министерства здравоохранения, целая делегация пожаловала в Московский областной центр охраны материнства и детства. Первым делом посетили стационар детской больницы. Оборудования достаточно? Оборудование у нас хорошее. Хорошие, да? То есть нормально на нем работать. У вас будет вода. Участники выездного совещания осмотрели операционный блок отделения реанимации и физиотерапии. Сотрудники больницы показали гостям современное оборудование, которым оснащено учреждение. Отдельная гордость отделения хирургии новорожденных. На сегодняшний день выполняются все оперативные вмешательства торпоскопические, ляпроскопические. То есть на уровне Филатовской больницы, на уровне Русаковской больницы. Вы конкурентно способны? Мы, в общем-то, ничем на сегодняшний день от них не отличаемся. Встречу продолжили в конференц-зале. Здесь собрались руководители медицинских учреждений и врачи городского округа. На повестке дня обсуждение наиболее острых проблем и поиски их решений. В первую очередь участники заседания обратили внимание на дефицит лекарств и расходных материалов в Люберецких больницах и поликлиниках. Мы, сообща, ситуацию в здравоохранении выведем на тот уровень, который был всегда в Люберцах. Мы всегда рядом и пытаемся, и стремимся помочь. За этот блок отвечает Назарева Ирина Геннадьевна, вы ее все прекрасно знаете. В течение двух месяцев больницы обеспечат всем необходимым. Министерство здравоохранения Подмосковья утвердило план действий. Он позволит не только стабилизировать ситуацию, но и привести ее к значительному улучшению. Объявлены конкурсы на закопку расходных мероприятий, медицинских, лекарственных средств, других средств, которые необходимы для организации медицинской помощи. В течение 17 дней уже конкурс будет завершен. За счет резервов государственного учреждения Мособалмедсервис, это государственная аптечная сеть Московской области, направлено 34 наименования, 34 позиции тех медикаментов и расходных материалов, которые нужны для оказания экстренной помощи. На сегодняшний момент решается вопрос по доставке еще 105 наименований. Добавлю, что учреждениям здравоохранения выделили следствия из областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, которая накопилась за 2014-2016 годы. Власти Подмосковья пообещали помочь и с погашением долга за коммунальные услуги и налоги за 2017 и частично 2018 годы. Кроме того, в настоящее время направляются целевые субсидии на повышение зарплаты медикам. Очередное намечено на 1 сентября. Мы продолжаем наш выпуск. Люберецкие поликлиники вновь обеспечены вакциной от полиомилита. После серьезного дефицита препарат вновь поступил в медучреждение округа в нужном количестве. Чтобы убедиться в этом лично, наша съемочная группа отправилась в одну из детских поликлиник. Несколько капель вакцины и малыш защищен от страшной болезни. Ведь, как известно, полиомилит неизлечим. Его можно только предотвратить. Это серьезное заболевание. И чтобы уберечь своего ребенка, я все-таки за то, что делать в прививке. Заболевание действительно серьезное, коварное, но тем, что проходит бессимптомно. Сначала похоже на обычную ОРВИ. Затем постепенный паралич верхних и нижних конечностей. Делать прививки необходимо по календарю, начиная с трехмесячного возраста. Сначала мы делаем им инактивированный полиомилит, то есть неживой, который делается в три месяца и в четыре с половиной. Потом мы делаем уже оральный полиомилит, это капельки, которые делают в шесть месяцев, в год и шесть, в год и восемь и в четырнадцать лет. Около двух месяцев назад в городском округе Люберцы, как и во всем Подмосковье, зафиксировали дефицит этого препарата. К счастью, ситуацию удалось быстро разрешить. В настоящее время вакцинация проходит в штатном режиме, согласно установленному графику. Детишек, которым необходимо провести эту прививку, ставили на очередь. И поэтому сейчас они вызываются на эти прививки, и они не остаются без этой помощи. Без помощи не останутся все малыши Подмосковья. Согласно данным Министерства здравоохранения, живую вакцину столичный регион получил в количестве 200 тысяч доз, а инактивированную – 105 тысяч. За прошлую неделю около 650 жителей Подмосковья пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает Распотребнадзор. Отмечу, встретиться с этими опасными насекомыми можно не только в лесах, но и на дачных участках. А в черте города они живут в парках и скверах. По данным оперативного мониторинга, за минувшую неделю в медицинские организации региона обратились 644 человека. Из них почти треть укушенных клещами – дети. Это 192 ребенка. Стоит отметить, что в Московской области идет активная борьба с этими насекомыми. По состоянию на 12 июля площадь антиклещевых обработок составила почти 2500 гектаров. Медики напоминают, несмотря на многообразие народных методов по излечению клещей, все же при укусе необходимо обращаться к врачу. В Люберцах пострадавшим от укуса помогут в каждой поликлинике в травмпункте. Снижение аварийности на встречке – главная цель мер, который разработала региональная госавтоинспекция. Ведь по данным ГИБДД, сегодня каждая десятая ДТП происходит именно на встречной полосе. Для удобства автолюбителей уже сейчас внедряются пилотные схемы организации движения. Так называемые 2 плюс 1 предполагают укрепление обочины и нанесение разметки для трех полос, где средний ряд – для объезда медленно идущего транспорта. Кроме того, для водителей готовится и ряд ужесточений. К примеру, в населенных пунктах могут появиться новые камеры и знаки с ограничением скорости в 30 км в час. Однако госавтоинспекторы отмечают, что такое нововведение внедрят лишь там, где это остро необходимо. Оно может негативно отразиться на пропускной способности трассы. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Вы смотрите «Итоги недели» и мы продолжаем. Получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг стало проще. Люберчанам для этого необходимо обратиться в отделение МФЦ или на региональный портал госуслуг. В обоих случаях процедура проводится бесплатно. Субсидии от администрации могут получить все официально зарегистрированные жители городского округа. В случае, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидий рассчитывается, исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. О результате обратившегося повестят по телефону. Также узнать о статусе услуги можно через интернет-портал Московской области. Анна Троян, телеканал ЛРТ. В Марусине открылся опорный пункт полиции. Он относится к Малаховскому отделу. В Люберецком округе он уже третий по счету в этом году. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. От вашей аплодисменты знак открытия участкового пункта полиции номер 10. Перерезать красную ленточку. Два участковых, один оперуполномоченный и один инспектор по делам несовершеннолетних. В таком составе начал принимать жителей деревни Марусина новый опорный пункт полиции. Его открытие ждали как марусинцы, так и сами полицейские. Данный участковый пункт для нас чем необходим? Потому что данный отдел полиции, который Малаховский, он очень далеко отсюда находится. И, соответственно, доставить тех же самых задержанных с учетом пробки или прибыть сюда на выезд, ну, довольно-таки возникали большие трудности. Это уже третий опорный пункт, открывший двери с начала года. Глава округа Люберца Владимир Ужицкий отметил, что правопорядок – общее дело. И попросил марусинцев быть бдительными. Мы с вами точно знаем, кто проживает в соседней квартире. Мы точно знаем, кто способен к тем или иным правонарушениям. И когда мы будем заниматься профилактикой вместе с УВД, тогда все будет здесь хорошо. Но пока работы участковым хватает, обратиться в опорный пункт можно в будни с 10 до 19 часов. Александра Томей и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш выпуск. В Октябрьском появится подстанция скорой помощи. Объект здравоохранения должен быть построен к сентябрю текущего года. Такую задачу перед инвесторами поставили местные власти. Кроме того, чиновники планируют открыть в поселке и другие медицинские учреждения. К первому сентября новый инвестор должен достроить и укомплектовать подстанцию. К объекту уже подведены все необходимые коммуникации. В Октябрьском проживают 20 тысяч жителей. Объект поможет разгрузить скорые, которые сейчас обслуживают население. Однако, по словам представителей власти, пока найти инвестора, способного построить в поселке поликлинику, не представляется возможным. Но все же пути решения этого вопроса находятся в разработке. При возможности детскую больницу включат в первую очередь проектирование и строительство. А уже после на территории соответствующего больничного городка появится отделение для взрослых. Таким образом, в Октябрьском решится проблема с объектами здравоохранения. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Заключить брак в музее. Такая услуга станет доступна жителям Подмосковья. Уже подписано одно из восьми соглашений с учреждениями культуры региона. Первым согласившимся на весьма необычную практику стал музей-заповедник Пушкина в Больших Веземах. В программе также будут участвовать Сергий Опасаский, историко-художественный музей-заповедник, музыкальный музей-заповедник имени Чайковского и еще пять подмосковных исторических музеев. Подробности далее. Заключать браки в исторических интерьерах музеев предложило Министерство культуры Московской области. Первая свадьба в музее-заповеднике Пушкина состоялась 15 июля. Новая услуга стала настолько востребованной, что выходные в учреждении уже расписаны до конца лета. В ближайшее время подобные соглашения заключат еще семью государственными музеями Подмосковья. Это планируют сделать до конца 2018 года. В рамках договора в ЗАГСы бесплатно получат помещение учреждений для регистрации заключения брака. Анна Троян, телеканал ЛРТ. И к другим темам. От мамы к маме. Под таким названием в микрорайоне «Самолет» прошла акция по обмену игрушками. Оригинальное решение проблемы надоевших и пылящихся машинок и зайцев нашла молодая люберчанка Диана Соколова. Подробности в сюжете Александр Итомей. На акцию по обмену игрушками Виктория Буркова собрала целую коробку ненужных погремушек, паззлов, неваляшек. Ее дочь в них уже не играет, но другим малышам они явно пришлись по вкусу. Это на самом деле не единственная коробка ненужных игрушек, которая у меня есть. Просто решили начать вот с одной. Поэтому это отличная идея обменяться и с пользой провести свой досуг. Полезный и, главное, веселый досуг обеспечила организатор акции Диана Соколова. Она тоже молодая мама и не понаслышке знает о проблеме забытых и неинтересных игрушек. Разбирала вещи и игрушки своего сына. Пришла к выводу, что у нас очень много игрушек, которых негде складировать. И как-то вот за два дня родилась идея найти спонсоров, те, которые меня поддержат в организации данного мероприятия Дня обмена игрушками. Предприимчивость Дианы Соколовой позволила ей собрать на акцию мамы и пап со всего микрорайона. Но главная заслуга – дети смогли найти себе игрушки по душе. Ведь правило «чужое брать нельзя» сегодня не работает. Расскажите, что за игрушку принесли на обмен? Машинка-конструктор разборная с отвертками. Место машинки занял кубик Рубика. Обмениваясь, дети общались и учились договариваться. А это один из важнейших навыков, который пригодится и во взрослой жизни. Очень отрадно, что это проводится именно в новом микрорайоне. Потому что жители, когда приезжают и не зная, кто у нас сосед, выходят на такие праздники, объединяют, дружно. И мы сталкиваемся с тем хорошим прошлым, в котором мы все выросли. Родители действительно смогли ненадолго вернуться в детство. Игры, конкурсы, рисунки на асфальте. Взрослые веселились вместе с малышами. На тихий час уходили всем семейством. Александра Томей и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы – территория спорта. Это относится не только к людям, но и к их питомцам. Собаководы со своими четвероногими друзьями приехали из разных регионов, чтобы показать себя на первых открытых соревнованиях по общему курсу дрессировки. Подробности далее. Движение рядом – одно из самых сложных упражнений для отработки. Немецкая овчарка по кличке Астап – опытный спортсмен. Справился с ним без потери баллов. На первом открытом соревновании по общему курсу дрессировки Астап – почетный гость, участвует вне конкурса. Собаке, конечно, выделяться приходится много времени. Как появилась собака, так с ней стал заниматься. Очень хорошо отработал в прошлом году, осенью, на Кубке Спартака, занял первое место. Чтобы занять первое место на соревновании, четвероногому участнику нужно преодолеть серьезные испытания. Помимо движения рядом, собака должна чисто выполнить комплекс из трех команд, принести предмет, пройти полосу препятствий и вернуться на место, обозначенное хозяином. Каждое движение оценивает строгая судья. Поставили. Общий курс дрессировки длиной в четыре месяца позволяет воспитать послушного питомца, удобного в быту. Те же, кто хочет начать спортивную карьеру, должны быть готовы к интенсивной работе. Отшлифовывается каждое движение собаки. Вот вы идете по городу на поводке с собакой, и она у вас немножечко от вашего колена плечо уклоняется, там, допустим, 10 сантиметров. Для вас это совершенно не вызывает проблемы и дискомфорта не создает. А в спорте это штрафуется. Штрафы и неудачи собаки переживают не меньше хозяев. Собаководы знают, что без доброго отношения успеха достичь не получится. Ведь собака, в первую очередь, друг человека. Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Пряники, зефир, сладкая вата. В Люберецком центральном парке прошел фестиваль сладостей. Но не только деликатесы радовали посетителей. Организаторы приготовили для гостей мастер-классы, шоу мыльных пузырей и бесплатное мороженое. Полакомилась всевозможными яствами и наш корреспондент Александр Томей. Кондитеры со всей Московской области серьезно подготовились к фестивалю сладостей. Большинство деликатесов сделаны вручную, как и эти пряники. Украшены так искусно, что жалко их съесть. Расписываю все вручную, сижу кропотливо. За три года существования фестиваль стал желанной площадкой для кондитеров. Здесь многие участники сумели превратить сладкое хобби в профессию и найти своих первых заказчиков. Чтобы попасть на мероприятие, они прошли серьезный отбор. Отбор был через социальные сети. Кондитеры заполняли заявку, в которой нужно было указать определенные пункты. И уже по этим критериям мы отбирали самых лучших. Самый главный критерий – большие очереди из желающих отведать вкусности. Правило, гласящее, что много сладкого есть вредно, сегодня не действовало. Решили посидеть, походу позволяет порадовать детей, себя. Какие сладости удалось попробовать? Очень вкусное мороженое, невозможно просто оторваться. Ну, пряники, маршмеллоу, все вкусно. Не только гастрономические развлечения радовали больших и маленьких посетителей Центрального парка. Малышей удивило шоу мыльных пузырей. Старшим ребятам пришелся по душе мастер-класс по росписи фигурок. А сюрприз в виде бесплатного мороженого порадовал всех. Вот сегодня купили мы мороженое. И всем участникам, детям сегодняшнего мероприятия мы раздадим его. Ну, нам это ничего не стоит. А людям, детям в первую очередь, приятно. Сладости, воздушные шары и любимый мультперсонаж совсем как в детстве, в котором вновь побывали Александр Томей и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Искусство, что граничит со спортом, где сила и выносливость также важны, как пластика и грация. Танцевальная акробатика в России с каждым годом набирает популярность. Теперь и в Люберцах появилась такая студия. Какие качества воспитывает этот вид спорта? И что такое танцевальная акробатика? В нашем сюжете. Сложно поверить, но когда-то Ксению Борисову не брали в студию акробатики. Ей было 10 лет. По меркам спорта поздно. Но она доказала, что не только может заниматься акробатикой, но и достойна быть в рядах лучших. Побывав в разных странах, став лауреатом и призером всероссийских и международных фестивалей, Ксения решила заниматься тренерской деятельностью. Я с 14 лет, это еще и раньше, просто мечтала о том, чтобы работать с детьми. Мне это очень нравилось. И начинала я с того, чтобы помогала своему тренеру проводить тренировки. США, Венгрия, Финляндия, а теперь и Россия – 7 лет тренерского опыта. В Люберцах Ксении 2 года. Сейчас под ее крылом 15 юных спортсменок. Представь, что здесь конфетка. Давай, конфетку доставай. Доставай, доставай. Оп, а другой ручкой. Еще, еще, еще. Молодец, уже почти достала. Самой маленькой участнице Софьи Антошкиной всего 4 года. Она пришла в студию 2 месяца назад, но уже шпагат, мостик и колесо подаются юной спортсменке на раз. Что для тебя самое сложное? Самое сложное? Сальто. Сальто? А шпагат? Чуть-чуть не сложное. Почему такой большой разбег для такого легкого движения? Тогда у нас... Максимум вальсет и сразу рандат. Даша и Вика Дуленцова-Смешко – родные сестры. В этом году на фестивале «Спорт как искусство», который проходил в Москве, девочки заняли первое место. Сейчас им предстоит показать свои номера на фестивале в Сочи. У нас будет быстрый танец как раз в этих купальниках народных и будет медленная под плавную музыку в голубых купальниках. А нет, в фиолетовых и белых купальниках. На выступлениях сестры гармонично дополняют друг друга. Как отмечает тренер, Даша необыкновенно артистичная и энергетически сильная, а Вика ответственная, сдержанная и пунктуальная. Даже на занятиях Вика проявляет лидерские качества, помогая младшим в выполнении элементов. И хотя студии всего два года, здесь сформировалась дружная и сплоченная команда. У девочек даже есть свой девиз. Красота и пластика – это все гимнастика! Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш выпуск. Маленькие посетители Наташинского парка спели в караоке песни из советских мультфильмов. Лето, дружба, доброта – главная тема, которой звучали со сцены. Кроме песен были и конкурсы. Вместе с ребятами в них поучаствовала и наша съемочная группа. Наталья Горн – мама пятилетнего Лёвы. С малышом у них есть традиция. Перед сном Наталья поет сыну вместо колыбельных детские песни. Богатый репертуар позволил Лёве побывать на сцене больше остальных детей. Это наши практически первые выступления. Дома поем эти песни. В садике поют песни. В кружках различны. Чтобы попасть на сцену, нужно было отгадать мелодию по нескольким нотам. И для мамы, для малышей это не составляло труда. Как и для нашей съемочной группы. На сцене Наташинского парка побывала наш корреспондент. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Приключения незнайки, бременские музыканты, крошка енот. Мультфильмы подарили взрослым и детям самые любимые песни. Несмотря на то, что все они написаны много лет назад, современные малыши знают слова и стараются подпевать. Один белый, другой белый, два веселых куша. Детские песни все любят. Тем более, что мы работаем здесь, именно в парке, для детей с родителями, которые приходят погулять, отдохнуть, расслабиться. Ученые говорят, что пение способствует выработке гормонов счастья эндорфинов. Благодаря им улучшается настроение, повышается жизненный тонус. Так что, если ваш малыш проявляет интерес к музыке, поощряйте его и начинайте петь вместе. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Супермаркеты, рынки и фруктовые палатки уже начали продавать самую большую из ягод – арбуз. Как его правильно выбрать? Зависит ли сладость от размера? Зачем по нему стучат? И можно ли покупать надрезанный арбуз? Вопросами озадачилась Александра Томей. Арбуз – кладезь микроэлементов, среди которых незаменимая фолиевая кислота, нужная для построения ДНК и деления клеток организма. Поэтому выбрать качественную ягоду – вопрос не только вкуса, но и здоровья. Арбуз так надо выбирать. Вот я всегда, если серьезно, из общей партии нельзя брать ни самый большой, ни самый маленький. По той простой причине, что большой может быть перезревший, маленький еще не дошел. Самый популярный способ выбрать правильный арбуз – это по нему как следует постучать. Звук должен быть объемным и должны услышать эхо. Здесь звук плоский, необъемный. То, что надо, будем пробовать. Попробовать – это самый верный способ купить сладкую ягоду. Если арбуз вам не понравился, продавец, который дорожит своей репутацией, подберет вам другой плод. Тем не менее, перед дегустацией нужно быть уверенным в безопасности десерта. Мы привезли арбузы, разгружаем, мы сначала отпускаемся в лабораторию. Если проверяют и разрешают нам, мы ставим их на продажу, а если нет – нет. Пройти лабораторное исследование может только ягода, которую продают в разрешенных бахчевых развалах. Покупка арбуза в нелегальных палатках и грузовиках у дороги может привести к печальным последствиям. Поэтому перед расчетом с продавцом попросите документы на товар. Не рекомендуется и брать надрезанный арбуз. Половинку нельзя продавать, потому что мы не знаем, через каких рук прошел этот арбуз. Микроб одно, другое. Мы накрываем вот это пищевой клеенкой, но может опасно. Средний размер, сухой хвостик, желтый бачок. У каждого свой критерий выбора ягоды. Играет роль и родина плода. В середину июля созревают дагестанские и краснодарские арбузы. А вот астраханских и волгоградских пузатых придется подождать до середины августа. Александр Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. В Подмосковье ведутся переговоры о строительстве аналога Диснейленда на территории Домодедова. Наш корреспондент Анна Троян узнала у жителей Люберис, как они смотрят на эту идею и какие персонажи полюбились им с детства. На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». Под звуки этой мелодии практически все дети 90-х неслись за порцией свежих мультфильмов. Согласитесь, ведь мало кто остался равнодушным от волшебного мира Уолта Диснея. А побывать в легендарном парке развлечений до сих пор мечтают миллионы. А каким его видят в Подмосковье и люберчане? И что вообще знают о Диснейленде? Давайте спросим у них. Вы знаете, я когда был маленький, смотрел мультики из Диснейленда. Наверное, эта поночка была, она почему-то похожа даже на вас. В Диснейленд сцеры ассоциируется вместе с замком, там, где живут принцессы. И жду своих принцев. Ничто не знаю, потому что там не было ни разу. Хочется побывать. Как побываю, обязательно расскажу. Они стоят в огромную очередь, и потом идут на аттракционы, и в конце наверняка идут в этот замок сам. Что-то красочное, детское, интересное, яркое. Поэтому, я думаю, что только доброе несет. Вот Микки Маус, Мини Маус, все сказки Диснея, Золушка, Рапунцель и так далее. Все классические, которые мы так любим. Дональд Даг, потому что сам помню с детства, да еще и жвачка была, опять же. А так, не Микки Маус, Гуф. Там мне нравится именно герой Микки Маус. Русским мультики больше нравится. Золушка, красавица и чудовище. Я думаю, что Диснейленд – это сказка для взрослых и для детей. Там должен побывать каждый. Я бы с удовольствием побывал бы, свозил бы детей своих, всех бы свозил бы. Всех, кого знаю, даже племянников, всех бы взял с собой и повез бы в Диснейленд с удовольствием. Обязательно. Вот подрастет, как пять лет исполнится, сразу в Диснейленд. А в какую страну желательно? Французскую. Французский Диснейленд классический. Ну, это, наверное, вообще мечта каждого ребенка – оказаться в Диснейленде. Мы больше лего любим, чем Дисней. Хотели бы вы вспомнить детство? Нет, наверное. Хотел бы, чтобы в России построили. Как вы видите в России Диснейленд? Как чемпионат наш мира они провели замечательно. Я думаю, что не хуже будет Диснейленд в том же Париже, в Лондоне или в Америке. Я думаю, что они с этим не справятся. Ну, он будет в любом случае круче, чем во Франции или где он там проходит. Чтобы было точно это и это и это. С замком, с Золушкой, с Микки Маусом обязательно, Дональд Даком, всей компанией, встречающей детей. Там будет много аттракционов, тоже будет замок, а вечером будут выпускаться салюты из него. Несмотря на смену поколений, Дисней все так же остается в сердцах миллионов. И можно с уверенностью сказать – Диснейленд нужен в Подмосковье. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Ну что ж, таковы главные события этой уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. На этом я прощаюсь с вами. Всем насыщенных теплых выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин